приветствую всех уфа на связи сегодня займусь заменой троса ручника на своем автомобиле соответственно что для этого нам потребуется для этого нам потребуется доступ креплению троса салоне вкратце покажу как вот эту консоль разобрать то есть сначала у нас вынимается вот этот вот стаканчик вот он у нас он на клипсах держится его надо просто аккуратно выдернуть это первый момент второй момент сейчас я сниму вот эти боковые накладочки аккуратно вот они две накладки чтобы здесь вот не коцать отверточками я обычно начинаю приподнимать вот за этот край накладку так вот раз и у нас вот здесь вот появится доступ чтобы отщелкнуть накладку попробуем рукой неудобнять и все это делать так вот она снимается раз ну и то же самое со второй накладкой здесь чуть-чуть посложнее но уже будет попроще маленькой рукой приподнять и здесь уже снизу вот так вот аккуратно цепляете и не достаете все дальше уже тут дело техники под ручником замочек расщелкните здесь есть замочек нижней части вот так чехол у вас расслабился и все дальше уже аккуратно выщелкиваем с пистонов все аккуратненько и отщелкиваете вот всю прям консоль зада начинаете оттягивать и потом аккуратненько вот так по мере того как она отсоединяется еще вот здесь тоже потянем и расщелками и вот все дальше приподнимаем там есть разъем один большой разъем его отщелкиваем и вынимаем эту консоль вот он у нас от разъемчик один который крепится к верхней панели все его расщелкиваем панель вынимаем все центральную панельку сняли здесь сейчас два винта открутим потом перейдем вот на эту заднюю часть там будут у нас винтики крепления это все уже быстро делается и потом она целиком снимется заднюю часть сейчас я аккуратненько подниму снизу ее отщелкну все аккуратненько прям руками я все это делаю без лишних тут отверток без всякой суеты чтобы не оставлять лишних коцок панельку сдернули дальше убираем вот отсюда изнутри резиночку под ней у нас два крепления откручиваем и аккуратно все выносим все вынимаем все что глаза видят и вот у нас доступ к тросам для замены здесь уже потом ослабим винтик и можно будет их спокойно вынимать что касается разборки самих тормозных механизмов по ручнику останавливаться на этом не буду без проблем разберете проблему собрать и собираю я это все дело следующим образом то есть сначала собирается вот это фиксирующая часть тормозной колодки прям на месте собирается оттягивается пассатижами и устанавливается на колодку потом уже эта колодка она у меня будет установлена на свое место если пытаться установить колодку как положено потом брать вот эти штырьки и пытаться собрать все на месте очень неудобно это делать потому что доступа вот к этим пятачкам фиксирующим у вас практически не будет поэтому как показала практика сначала собираете штырек фиксатор пружинку фиксатор все это дело оттопыриваете сюда наружу как можно дальше пассатижками оттягиваете составите на колодку ручника и уже потом назад все это туда плюхаете то же самое касается вот задней части сейчас для наглядности попробую показать что к чему то есть предварительно вот так вот все соберете потом у меня есть длинные пассатижки здесь небольшие пропилы я сделал хватаете вот эту писюндру все это дело у нас оттягивается то есть сжимается таким вот образом да видите и уже подводится колодка и на колодку это все аккуратно защелкивается вот таким образом я это все собираю по-другому не получается раньше в былые времена вот так вот приходилось например пропил делать потому что невозможно было собрать другими методами сам я пропил не делал но доводилось видеть в общем я вот такую технологию нашел на ней остановился что касается троса тут проблем особых не возникнет его поменять единственная проблема это открутить болты в раме особенно это касается вот этого винта который на верхней части раме находится вот с ним придется попыхтеть то есть иногда бывает и час и два можно заниматься откручиванием данных винтиков раме чтобы их не сломать в остальном все по накатанной схеме в принципе без проблем проходит это то что касается правого троса с левым который под баком идет там конечно придется попыхтеть чуть чуть подольше примерно вот в таком виде одну сторону подсобрал поставил пружинку здесь повесил колодку на пружиночку сунул вот эту дистанционную направляющую и все сейчас будут эту колодку монтировать вот на эту фиксирующую направляющую примерно в таком виде это будет выглядеть вот если сбоку смотреть и все сейчас я уже аккуратно все это на место поставлю аккуратненько потом колодка заводится на свое рабочее место и уже второй пружины фиксируется обычно на заметку вот эта колодка правая у нее пружина более жесткая видите зеленым помечено вот на эту часть более жесткая пружина ставится иногда бываешь перепутаешь пружины но если вдруг перепутать могут колодки греметь начать на кочках то есть берите на заметку пружины разной жесткости идут вот это поджимается более сильной пружиной следующий момент уже показывал для удобства установки пружинок у меня вот такая есть лопаточка производитель джон свей каталожный номер можете видеть вот он у нас очень удобная штука для работы с тормозными пружинками прям замечательный крючок и причем он из хорошей стали сделан вот у я уже года три мы работаю прям красота нравится берите на заметку заказывал через автодок все колодки установил поставлю барабан все отрегулирую как бы и вопрос закрою для профилактики используют такую смазку защитную это винс для цепей профессиональная смазка она условно не позволяет налипать на поверхность пыли в общем почитайте описание в основном я ее использую то есть не использую смазку какую-то там медную всякую фигню потому что мне потом не нравится как это все визуально выглядит поэтому вот эта смазка она практически бесцветная и хорошо себя показывает плане антикоррозийных свойств и защитных и соответственно вид дает нормально для поверхностей следующий момент почему менял трос и колодки на этой стороне я менял ступичный подшипник предыдущее видео можете найти на канале при этом обнаружилось что колодки поссать пошли частично соответственно заказал колодки взял первые не стал выпендриваться я ручником не пользуюсь так чтобы были и сразу я решил заменить трос попутно потому что на нем оболочка повреждена уже вот в этом месте протерто маленько он подкусывал что касается замены ступицы кто-то из комментаторов мне писал что этом где-то что-то накосячил в общем все потечет и все короче все совсем плохо то есть вот я уже пробежал ну наверно тысячи четыре может пять уже после замены то есть нигде ничего не течет все нормально все по технологии сделал в принципе вопросов нет никаких потеков все нормально то есть специально от контрольный осмотр сейчас провел все у нас здесь замечательно вот как все почистил так все и осталось на данном этапе видео я заканчиваю всем удачи всем счастливо